Американские издания за вашим компостом утверждают в своей публикации о том, что власти Польши и Украины могут быть причастны непосредственно к подрывам газопроводов в Северный поток. Но при этом в этой же публикации прямо говорится, что страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы докопаться до истины при расследовании диверсии. На ваш взгляд, насколько серьезно можно относиться к тем версиям, которые появляются в западной прессе, и насколько они при этом нивелируют предполагаемое участие США, которое описывал Сеймер Хёрш? Вот посмотрите, произошел теракт. Во всех странах, наверное, какая-то своя, есть еще оценка, мы свою дали. Некое экстремистское действие, которое подаровало гражданскую инфраструктуру, которая имеет критически важное значение. Причем это мирная инфраструктура, гражданская, как я уже сказала. Было объявлено о запуске расследований между странами, внутри стран. Как вы слышали, расследования, как всегда, проходили не с желанием привлечь страны для того, чтобы получить большие возможности для поиска истины, а опять по принципу «против кого дружите девочки». Классика жанра. Отсутствие какого-то шевеления, не то что новостей или прорывов, а просто шевеления на направление расследования в этих странах, я сейчас имею в виду западные страны, их бесконечное шушукание, их бесконечные какие-то такие уже практически неприличные оговорки в отношении того, что Россия не будет участвовать в расследовании, и вообще есть какие-то у них тайные догадки, они ничего не скажут и вообще не будут ничем делиться, и потом началось, что истину сложно установить, ну и так далее. Вот именно это, то есть именно это нежелание активно, прозрачно проводить соответствующий комплекс мер по расследованию и породили материалы в средствах массовой информации. Вы можете сказать, подождите, но расследование это все-таки вопрос для профессионалов, есть следователи, есть эксперты, которые должны работать, это все не под камеры, не под микрофоны. Абсолютно с этим согласны. Безусловно, так и есть. Есть только два важных момента. Во-первых, все предыдущие разы таких очень громких каких-то историй, они проходили именно в таком режиме в западных странах, через, так сказать, 24-часовое вещание у микрофона, через бесконечное, так сказать, затягивание публики в процесс обсуждения. И второй момент. Ведь находили виновного моментально, даже в самых сложных и запутанных историях. Вот сразу находили и сразу бежали к микрофону для того, чтобы об этом сказать. Вот эти два пункта, два момента, две особенности поведения западных стран в предыдущие годы породили недоумение у всех, и у журналистов, и у экспертов, и у стран, и у международных организаций. А что пошло не так на этот раз? Почему нет никаких официальных заявлений относительно того, как идет расследование? Почему нет комментариев экспертов, которые сидели бы целый день и вещали, как они делали это в прошлые разы? И почему нет вообще никаких подвижек в деле, так сказать, поиска истины? Это настолько не характерно для тех же самых, а во многих странах это все те же самые представители политических партий, режимов, действующих администраций, которые до этого себя проявляли с точностью наоборот. Вот это все породило у СМИ, у блогосферы, у профессиональных журналистов-расследователей соответствующие и вопросы, и потом уже даже версии. Теперь по поводу этих самых версий. Как вы понимаете, их немало. Я готова обсуждать и комментировать только те, которые основаны на... Во-первых, под которыми есть подпись, то есть есть конкретные люди, конкретные авторы, которые выходят и ставят свое имя, ставят на карту свое реноме и говорят об этом открыто. Вот эти все анонимные утечки, источники, которые переплывают из-за издания в издание, ну, неинтересны. Мы уже видели вот эту систему управляемых утечек в британских таблоидах по делу, по предыдущим историям, поэтому это неинтересно, не вызывает никакого интереса и желания это все комментировать. И невозможно это все комментировать, потому что если есть позиция, а это, простите меня, не предположение, это все-таки конкретное расследование, там у него должно быть у этого материала, у этих утечек авторство, как такое может быть, что опять нет никаких людей, которые готовы были бы под этим подписаться. Да, есть какие-то подписи, вот вы сейчас сказали об издании Washington Post, есть наверняка авторы, но они же не раскрывают своих источников, они даже не называют, из каких ведомств пришла к ним эта информация, даже из каких стран. То есть вы понимаете, как можно это все анализировать с точки зрения экспертной оценки. Поэтому давайте теперь вернемся к предыстории, потому что самое главное, ну, я не знаю, я думаю, что вы тоже читали и детективы, не только художественные, но вы знаете и документалистику на этот счет. Что главное? Мотив. Ну, без этого никуда, то есть это в основе всего. То есть преступление начинает расследоваться не с момента его совершения, а, естественно, с того, что ему предшествовало. Соединенные Штаты Америки на данный момент продолжают отрицать свою причастность, как вы сказали, к этим событиям. Очевидно, что главным бенефицаром являются именно они. Я напомню еще раз, тот человек, который реально поставил на кон свою фамилию, свою ряду, и весь свой многолетний, насчитывающий несколько десятков лет профессиональный опыт расследователя, американский же журналист Эймур Херш дал на этот счет исчерпывающий ответ. Сначала в Вашингтоне публично на высшем уровне угрожали взорвать этот труппопровод, затем устами госсекретаря Энтони Блинкена и заместитель Виктории Нуланд с нескрываемым восторгом говорили о его разрушении. Просто отчитывались, по-моему, это же были законодатели американские, они отчитывались, в общем, как они радуются. Помните, груди металлолома, по-моему, на дне Балтийского моря. Вот такая была формулировка. Попытка американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывать через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии, вроде, как они говорили, причастности частных компаний, причастности каких-то людей в Киеве, в Варшаве, вкупе с невнятыми объяснениями американских сателлитов нельзя лучше, собственно говоря, и подтверждают версию Херша. А я напомню, это тот самый человек, это очень важно, это правда действительно очень важно. Это же не просто журналист, который вдруг решил стать журналистом, тем более расследователем. Это не просто журналист, который раздобыл где-то материалы, неизвестно, кто за ним стоит. За ним стоит его профессиональная деятельность. Он был тем самым человеком, который в свое время расследовал Уотергейт. Это то, что вписано в американские учебники по политике, по журналистике, по экспертизе и так далее. После состоявшегося 27 марта заседания Совета Безопасности УН, на котором не была принята российско-китайская резолюция по Северному потоку, подозрения о причастности администрации США к диверсии на тропопроводах только усилились. Вашингтон и его союзники, как вы помните, сделали все, в буквальном смысле сделали все, все возможное для того, чтобы избежать запуска объективного многостороннего расследования в связи с подрывом газовых магистралей. Убеждены, что если бы в администрации были заинтересованы в обратном, в установлении истины, в наказании виновных, то действовали бы, конечно, по-другому. А, кстати, примеры таких действий у США есть. Но, правда, тогда не с ними случалось, и не они были под подозрением. Они других обвиняли и бегали по международным организациям, желая начать какое-то расследование, следственные действия, даже если мандат этой организации противоречил этому их стремлению. Не вызывает сомнений и то, что многие государства Запада, включая Данию, Швецию, ФРГ, опасаются озвучивания по итогам разбирательств имен истинных инициаторов исполнителя этого теракта, чреватого расшатыванием сплоченности, но мы сейчас это слово берем в кавычках, всего современного трансатлантического мира. И, конечно, мы наставим на проведении всестороннего, открытого международного расследования с обязательным участием российских экспертов. Мы исходим из того, что все, причастные к взрывам на трубопроводах Северный поток 1 и 2, будут обязательно выявлены, а подробности этого преступления будут раскрыты. Россия сделает для этого все возможное, сделает все необходимое, чтобы не дать коллективному Западу заклушить данную тему.